А вот вы, я уже понял, что вы, наверное, человек не очень инициативный, потому что мне, что странно, у вас есть такой знаменитый совершенно на всю страну однофамилец Юрий Лоза, вот, и вы ведь даже с ним не знакомы. Нет. Ну, а почему-нибудь, неужели нет любопытства просто познакомиться, понять, насколько вы, может быть, не только однофамилец, может, у вас какие-то общие корни, нет? Не знаю, пока не было такого желания. Угу. Вот я говорю, что вы, человек, вот... Я скромный. А вы скромный еще? Это мешает, наверное, в профессии. Есть, наверное, такие роли, от которых вы отказываетесь в силу своей скромности, допустим, вы можете сниматься там Нью, или вы скромный в жизни, а если дело доходит до работы, то вы это выключаете? Если это необходимо, то, конечно, мы можем обсудить это с режиссером, но в том числе и с оператором, то есть я обязательно должна знать, как это будет, что будет видно, что видно не будет. Но, как правило, Нью я не снимаюсь. А как вы относитесь к тому, что, в принципе, вот формат съемок мужчин, актеров в каких-то журналах, ну так вот, то, что называется, обнаженкой, ну не очень распространен. А женщин, ну, мне кажется, что, ну, почти все, независимо от, там, статуса, известности. Ну, то есть социум нормально воспринимает, когда обнаженная натура появляется на обложке. У вас отношение как к этому? А, вообще вот... Я очень люблю смотреть эти журналы, мне нравится. Про мужские журналы говорим, где? Я про женские. Ну, мужские, нет, мужские как-то не очень. Ну, а обнаженная натура в основном ведь все-таки в мужских журналах, как мне кажется. Ах, не знаю, тогда, правда, их я даже не видела, не смотрела. А то есть вы видите обнаженную женскую натуру в женских журналах? Ну, они больше... Подождите, вы говорите про мужские журналы и обнаженных женщин? Да. А, все, да, я думала про обнаженных мужчин. Мне как-то сложно представить. Да, 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 ну, да, смотрю, конечно, бывает. Это очень красиво обычно. Ну, вас бы что-то могло остановить от предложения? Да, я боюсь, я даже не согласилась. Не знаю, ну, либо это должно быть прям как-то совсем все завуалировано, скрыто-закрыто. То есть в кино это вас бы не остановило, если бы это было так или иначе оправдано сюжетом? Ну, опять же, все в меру, все в каких-то... А вам вообще приходилось, ну, не по этой причине, по каким-то причинам отказываться от тех или иных ролей? Ну, допустим, из-за занятости, из-за того, что вам одновременно два предложения было. Занятость, да, занятость, качество тоже сериалов, если каких-то долгоиграющих, я тоже стараюсь не принимать участие в таких сценариях. Вы когда определяете качество, вы читаете сценарий, да, или какую-то заявку, это ваше единоличное решение или вы советуетесь, ну, не знаю, с друзьями? Ну, обычно сама принимаю решение, но если уж что-то совсем сама не могу решить, тогда, да, я могу посоветоваться с родителями, с друзьями, с коллегами. Ни разу не приходилось жалеть, что вы отказались от роли, а потом получился интересный проект. Нет. И вы сейчас сказали, Женя. Нет, нет. Не политкорректно, но без злого умысла, иронично, но без сарказма, пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.